Библейский портал экзегет.ру представляет 21 глава перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет продолжается уголовное законодательство и гражданское законодательство они тут все вместе ну и мы говорили уже что в ветхом завете их невозможно разделить и о чем дальше пойдет речь вот у нас тут до этого было про убийство про войну эта тема продолжается и убийство и войны но есть и некоторые другие итак убийство если в стране которую господь ваш бог отдает вам во владение будет найдено в поле тело убитого но неизвестно будет кто убил его помните у нас там были города убежища в 19 главе случай не придумал членов убийства а вот вообще неизвестно кто убил просто есть тело пусть ваши старейшины и судьи придут измерив расстояние от тела до окрестных городов определяет какой город ближе всего к найденному телу помните там есть принцип в 19 главе мы читали что убийство оскверняет весь народ соответственно в данном случае невозможно его расследовать ну нету там этих Херкюли Пуаро и Шерлоков Холмсов нету дактилоскопии и прочих всяких экспертиз поэтому ну невозможно понять кто убил но убийство невозможно оставить просто так потому что это осквернение земли потому что это нарушение данного богом порядка так вот значит какой город ближе всего к найденному телу пусть старейшины этого города выберут молодую корову которая еще не использовалась в работе не знает Ерма пусть старейшины приведут эту корову к непересыхающему ручью на берегах которого еще никто не пахал и не сеял и там у ручья пусть сломают ей шею затем пусть подойдут священники потомки леви ибо их избрал Господь ваш Бог чтобы они служили ему и благословляли именем Господа и по их приговору решается всякая тяжба и всякое дело об увечьях пусть те старейшины города ближайшего к найденному телу омоют свои руки над коровой которые сломали шею у ручья и скажут наши руки не проливали эту кровь наши глаза не видели как она пролилась о Господь оправдай свой народ сынов Израилевых народ освобожденный тобой из неволи не возлагая на сынов Израилевых народ свой вину за пролитие невинной крови и тогда не пойдет на них вина за эту кровь так вы снимете с себя вину за пролитие невинной крови сделав то что угодно Господу целый ритуал с жертвоприношением причем смотрите корова это довольно серьезное жертвоприношение гораздо больше чем например баран не говоря уж там о голубях то есть это это большое преступление события для всего города прям все главные люди города туда идут левитов призывают омывают руки в непересыхающем ручье ну то есть какой-то там источник воды обычно там все пересыхает летом в азе это называется но вот здесь это целая церемония зачем все это нужно но человек уже убит я понимаю если бы было расследование наказание виновного но в этом есть большой практический смысл а это все зачем а мне кажется вот ровно для того чтобы сохранять представление о том что убийство это преступление убийство не просто это прекращение жизни одного отдельного человека но это нарушение порядка для всех это нарушение порядка невозможно проигнорировать оно должно быть восстановлено но вот ветхом завете такие вещи устанавливаются ритуальными способами да у нас же там было про войну а на войне знаете случается всякое особенно красивые женщины встречаются когда вы пойдете сражаться с врагами и господь ваш бог отдаст их ваши руки и вы поведете невольников в плен может случиться что ты увидишь среди невольников красивую женщину она понравится тебе и ты захочешь на ней жениться что обычно делают в таких случаях завоевателя давайте я не буду комментировать мне кажется это все и так знают а что должен делать израильтянин тогда приведи к себе домой пусть она обреет голову обрежет ногти это знаки траура естественно женщина с обритой головой но обычно менее красивых бывают исключения но все-таки как правило это не считается украшением снимет одежду пленницы и месяц живет твоем доме оплакивая от своей мать месяц ей дается на то чтобы привыкнуть к ее новому положению и ну расстаться со своей прежней жизни месяц а ты терпи после этого ты можешь войти к ней стать ее мужем она будет тебе женой ну вообще конечно мы бы сегодня не назвали это женой мужем потому что она явно не решает ничего но тем не менее оговариваются ее права если она станет себе нежеланной отпусти ее на свободу ты не должен продавать ее не должен на ней наживаться если ты владел ею то есть смотрите она жена подневольная но она жена она не рабыня да значит продавать ее уже он не имеет права он взял ее как пленницу и вот тем самым ее возвысил из статуса рабыни в какой-то другой ну мы конечно скажем зачем это так надо всех отпустить она же женщина она не участвует боевых действиях все времена все-таки делали иначе да то есть добыча взятая на войне это это имущество это такое же имущество как вот там ну трофейная какая-то вещь ее везли к себе домой не думали там кто ей когда владел вообще имею я права не имею я победитель конечно имею и вот здесь очень важная вещь что даже пленница из чужого народа она не рабынь у нее есть свои довольно четко оговоренные права но вместе с тем текст вполне реалистичен да он не запрещает вот этого даже не назовешь уже насилия да потому что это ну какое-то очень сильно смягченное насилие да понятно что женщина не выбирает свои судьбы но все-таки у нее есть права это очень важный элемент то что вот у рабов у второзакония есть права и они оговариваются в конкретных ситуациях они вообще призывы давайте мы там будем уважать права человека дальше было многоженство раз мы сговорили о женах и пленницах то значит многоженство что делается в этой ситуации потому что касается прав наследования если у человека две жены одну он любит а другую нет наверное нам сегодня трудно представить себе эту ситуацию потому что многоженство у нас не существует но когда меняется отношение в семье мы прекрасно понимаем да у нас это обычно означает расторжение и заключение брака и так и обе любимые и нелюбимые родили ему сыновей причем первенец его сын нелюбимый то этот человек распределяя между сыновьями наследство не может отдать долю первенца сыну любимой жены за счет настоящего первенца сына нелюбимой у первенца особые права он получает большую долю и главное что он наследует собственно имя отца в полной мере он становится продолжателем рода значит первенство не отменимое интересно что собственно говоря это противоречит тому что мы читали в книге бытия про спор иакова и и сава да то есть вот там они как раз поменялись первородствами но это как бы не до конца было утверждено иакова еще приходилось со самым потом этот вопрос урегулировать но там была его хитрость а здесь вот уже запрещается напрямую итак он обязан признать сына нелюбимой жены первенцем и выделить ему из всего что имеет двойную долю больше вдвое чем любом другом сын ведь этот сын первый плод его мужской силы и права первенца за ним ну а бывает всяко бывает так что хоть и сын да знаете ли не радует вот тут будет очень жестко наоборот если у кого-то есть упрямый непокорный сын который ни отцу ни матери не повинуется но и надо полагать что если имеется ввиду не подросток трудный а уже взрослый да вполне и сколько не вразумляют они его он их не слушает пусть отец и мать приведут его к старейшинам города городским воротам и скажут старейшинам наш сын упрям и непокорен он нам не повинуется предается обжорству и пьянству и пусть жители города забросают его камнями насмерть искорените зло весь израиль знает об этом и затрепещет то есть по сути родители приговаривают своего сына к смерти не совсем они подают жалобу и старейшины очевидно имеют какой-то голос в этом всем и жители города наконец совершают если это коллективное правосудие вообще второзаконии пяти книжек в целом это книга коллективного правосудия все решает община старейшины судьи левиты как ее первые представители но этот принцип забрасывание камнями он ли что предполагает вот кстати потом в евангелии от и она будет написано как христос на этом самом и сыграл он сказал пусть первый бросит камень должен бросить первый камень 2 3 5 20 и если жители не станут этого делать то смертная казнь состоится да это не профессиональный палач которому заплатили он делает свою работу грязно и все ему все равно там правосудие не правосудие профессионал своего дела а здесь община решает можно себе представить что ну действительно должен быть ну какой то уж совсем отморозок чтобы все жители этого селения да еще и по словам отца и матери его забросали камнями то есть есть и такое вот только что было права первородства не отменимы но права сыновства отменимы если человек себя ведет крайне недостойно дальше такой неожиданный комментарий если человек совершит преступление которое карается смертью и был казнем и вы повесили его тело на столбе его тело не должно оставаться на столбе ночью она должна быть похоронена в тот же день повешенный проклят богом не оскорняйте землю которую господь ваш бог отдаёт вам о владении а потом кстати вот это будет в новом завете тоже приведено как описание распятия христа он он проклят по книге второзакония он взял на себя это самое проклятие ну а в контексте второзакония речь идет конечно о публичных казнях мы об этом уже немножко говорили что все эти казни делаются максимально публичными для вразумления всех остальных жестокость мы скажем да с другой стороны когда сегодня мы не видим как у нас нет допустим в россии смертной казни она не применяется но мы не видим как живут узники вот на пожизненном заключении да очень кстати тяжело живут очень унизительно мы отделили это от себя мы об этом не думаем а тогда все это максимально в общине да и поэт почему вешают на столбе преступника для того чтобы было видно то есть вот и кстати в книге эсфире например описано как сначала аман хочет повесить мардахея на столбе потом наоборот получается что его повесили это публичная казнь которая служит свидетельством для всех остальных что вот этот человек действительно заслужил этой смертной казни вот и на этом заканчивается 21 глава вот на таком печальном эпизоде а 22 будет говорить о вещах гораздо более сначала мягких а потом вернется к этой ветхозаветной жесткости но это мы прочитаем 22 главе